У святителя Спиридона было несколько историй, непосредственно связанных с деньгами. Однажды после сильного наводнения к нему пришел разорившийся крестьянин и поведал о своей беде. Он пришел к знакомому состоятельному человеку и попросил его одолжить зерна для посевов с тем, что после урожая он вернет ему это зерно с лихвой. Но тот потребовал от него залог, которого у бедняка не было. И тогда святитель Спиридон дал ему для залога дивное украшение — золотую змею. Перед такой ценностью владелец самбаров не смог устоять и наделил крестьянина зерном. Тот посеял его и вскоре получил небывалый урожай. Выручив за него немалые деньги, крестьянин на радостях поспешил к богатому землепашцу, чтобы вернуть долг. Но богачу уже так не хотелось расставаться с драгоценностью, что он слукавил. Мол, не получал он никогда никакой золотой змеи. В глаза ее не видывал, и потому возвращать ничего крестьянину не будет. Крестьянин поведал эту историю святителю Спиридону, и святой уверил его, что плут вскоре будет наказан. Богач же тем временем решил полюбоваться столь ловко присвоенной драгоценностью и полез в сундук, где она хранилась. Каков же был его ужас, когда он обнаружил вместо золотого изваяния живую змею. Он захлопнул крышку сундука, отыскал крестьянина, и, ссылаясь на то, что он только что вспомнил всю эту историю с залогом, предложил вернуть драгоценность в обмен на уплату долга. Крестьянин принес деньги, а богач подвел его к сундуку и предложил забрать из него то, что там хранилось. Крестьянин отвалил крышку и вытащил оттуда сверкающую золотом литую змею. Когда крестьянин вернул драгоценность святителю Спиридону, тот пригласил его пойти с ним на огород, где и положил на землю сокровища. После этого он возвал Господу с молитвой благодарения, и змея, сослужив свою службу в качестве золотого изделия, превратилась в живую скользкую тварь и тут же упал зла по своим змеиным делам. И потрясенный крестьянин понял, что святитель Спиридон, который так хотел ему помочь и сам не имел ничего, чтобы можно было отдать в качестве залога, умолил Господа превратить это присмыкающееся в драгоценный предмет. Ибо Господь творит все, что хочет, на небесах и на земли, на морях и во всех безднах. Но каково же дерзновение святого, какова сила его молитвы? Это ведь еще и притча об эфемерности стоимости земных вещей. Сколько стоит кусок хлеба во дни голода, стакан воды в пустыне, глоток воздуха в газовой камере, да хотя бы и рукавицы во время лютого мороза? Сколько стоит зрение, способность ходить, говорить, слух, сон? Сколько стоит сделать так, чтобы тебя любили, чтобы самому хоть кого-то любить? И что можно купить на миллион фунтов умирающему? Что, какое благо могут дать деньги мультимиллионеру, которому так претит жить, что он предпочитает выстрелить себе в глаз? Нескольскую ли змею, уползающую, видит он перед тем, как направить дуло себе в зрачок? В церковно-славянском тексте Евангелия, по сравнению с русским переводом, стоит исключительно точный глагол «отщитить». Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою отщитит? И воистину, какой выкуп даст человек за душу свою? Это я к тому, что недавно слышала по радиодискуссию, все ли можно купить, и дискутирующие пришли к выводу, что купить можно все, дело лишь в цене. Интересно, как они собираются покупать себе ум или талант? И что это будут у них закупленные друзья, или купленная жена, или купленная мать? Я знала один брак, заключенный по расчету, но там все очень плохо кончилось. Эта красотка Нана, у которой была дочка Олега Френ, вышла замуж за грузинского миллионера. Он был старым, обрюзгшим и с большой бородавкой на лице. Но главное, он был хам и плебей. Зато Нана поселилась в роскошной квартире в лучшем районе Тбилиси. Получила возможность самой не зарабатывать на жизнь, а сидеть с больной дочкой и лечить ее у лучших врачей. Так она пожертвовала собой, потому что очень любила эту больную девочку. Но ее миллионер был так ей отвратителен, что она его отравила, подмешав в чачу какую-то кислоту. Потом она подкупила в суде нужных людей, и то ли ее оправдали, то ли дело вовсе закрыли. А потом в Грузии началась война. В Тбилиси не работало отопление, и она разжигала камин. Искра упала на паркет, ночью он начал тлеть, потом загорелся дом, и Нана с дочкой не могли выскочить из него, потому что к железной двери нельзя было пробраться из обушевавшего огня, а на окнах были решетки. Но что касается браков по любви, то я знаю немало случаев среди моих знакомых, когда хотя бы один из будущих супругов получал внутреннее твердое удостоверение в том, что именно этот человек и будет делить с ним жизнь. Так было с моим другом, писателем Эсс, когда он увидел Татьяну и сразу понял, что именно она его жена. Так было с женой моего брата. Они вообще ходили в один детский сад и сиживали там рядом на горшках. Она уверяет, что уже тогда знала, что он ее будущий муж. Так было с моими друзьями Петей и Соней. Они учились в одном классе, а поженились только в 23 года. Все это время Петя доказывал Соне, что она предназначена именно ему. И все это не роковые романы о браке, совершенные на небесах, любовь до гроба и после него, просто любовь. Никогда не догадаешься, кто кого полюбит, и никогда не добьешься любви, если уж не суждено. Я помню, как моя подруга Любаня страстно влюбилась в молодого и неженатого прозаика Пе, с которым я была в добрых приятельских отношениях. И вот она все просила и умоляла меня как-нибудь поехать вместе к нему и завести общий разговор, чтобы уж она потом, завязав знакомство, имела возможность встретиться с ним самой. И так она на меня насела, что я согласилась, несмотря на то, что мой муж очень меня ругал, даже называл это в сердцах сводничеством. Но я понимала, что это никакое не сводничество, просто когда человек влюблен, он трепещет, он двух слов не может сказать, они вообще знакомы шапошно и помимо меня. Просто она не может с ним наладить чисто человеческий контакт, — ну, ведь я же сама тоже просила подружку в сходной ситуации пойти со мной. В общем, узнала я, что он живет в Переделкине на чьей-то писательской даче. Зима, хозяева в Москве, а он вроде как сторожит, и что он болеет. И я сказала, — я тебя больного навещу. Он сказал, — давай. А я сказала, — а я приду с подружкой. Он сказал, — хорошо. Мы купили аспирина, парацетамола, все того же вина, фруктов, и поехали к больному. А у него котлеты, пюре, борщик, кисель, коньяк. Пока он расставлял на столе тарелки, Любаня мне и говорит с подозрением. Кто-то до нас здесь уже побывал. Чувствуется заинтересованная женская рука. Села и съела все подчистую, уничтожила чужие следы, а потом еще и коньяк принялась истреблять. Ну, поскольку она вообще-то девушка была непьющая и добронравная, ее после такого преизобильного ужина, да еще и коньячка, да еще и сморозца, потянуло в сон. И когда молодой и подающий надежды прозаик П, которого мы с самого начала попросили почитать что-нибудь из новенького, принялся с воодушевлением декламировать свой рассказ, старательно интонируя, кое-где посмеиваясь, а порой даже и смахивая невольную слезу, Любаня стала клевать носом и держать двумя пальцами левый глаз, чтобы хоть он не закрылся совсем. Но ее героические усилия оказались тщетными. Все ее силы оттянул на себя желудочно-пищеварительный тракт, и когда прозаик П закончил читать с полным ощущением, что рассказ удался, Любаня, откинув голову назад, сладко посапывала в своем кресле. Ну и вот, ничего у них не получилось. Так что можно считать, что мы с ней просто прогулялись за город по русской зиме, хорошенько покушали, отогрелись в тепле, вздремнули и возвратились назад. А ведь она такая миловидная, заботливая, у нее и квартира своя в Москве, уютная, благоустроенная, а у прозаика П даже и прописки-то не было. Она и в литературе толк понимала, и сама стихи поописывала, так что не стала бы его мещанством давить, и все у них могло бы быть так хорошо, но не судьба. А еще я знаю один трагический случай, когда молодой радиакон, то есть монах, между прочим, очень суровые жизни, встретил в монастыре прекрасную девушку-медика и отпросился в Москву к ней на лечение. И такая у них бурная вспыхнула страсть, что он бросил все и на ней женился. Но не прошло и полугода, как эта его любовь притворилась в такую жгучую ненависть, что он стал бояться себя самого, как бы он вдруг ее не убил. Поэтому он просто от нее сбежал. В монастырь возвращаться у него не хватило духа, и он поселился у матери в тихом провинциальном городке, где и спился. Самое поразительное, что когда он был еще в монастыре, он все возмущался другими монахами, и молятся они мало, и не так, как положено, и святых отцов не читают, и едят много, и вообще в монастыре слишком уж для него мягок устав. Он даже просил меня отвезти его на машине по лесной дороге куда-то вглубь, и дальше мы уже шли пешком, вернее, ломились по непролазной чаще километра три, отмахиваясь от комариных туч. Наконец он остановился и сказал, «Вот тут, вот тут будет мой скит, когда я уйду из монастыря и стану подвязаться в одиночестве. Построю церквушку и буду молиться в ней день и ночь». После этого случая я стала с большим подозрением относиться к отдельным монахам, которые начинали сетовать на то, что устав их монастыря недостаточно строг, и делиться своими помыслами об уходе в собственный скит. А что касается того отвращения, которое вдруг стал испытывать тот несчастный радиакон к своей избраннице, то ведь и в Библии есть такая история. Это когда Амнон воспылал преступной любовью к Фамаре, так что заболел из-за нее, заманил ее к себе и изнасиловал. И вот сразу после этого, как сказано, возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. Все-таки любовь и радость — это дары и Божьи, и он кому хочет, дает их, а кому не захочет, у того отнимает. Бог творит все, что хочет. Захочет — ожесточит сердце фараона, а захочет — умягчит. Поэтому берегись, пытающиеся своровать эту радость или похимичить, чтобы получить ее. Честно говоря, я люблю этот божественный произвол. Удивительно, как любовь притупляет все прочие ощущения. Когда ко мне впервые, вскоре после пира с поэтом-декадентом, собрался в гости мой будущий муж, я постаралась получше его принять. Все убрала, купила всякого вкусного, и когда он пришел, стала жарить блины, целиком поглощенные его присутствием, настолько, что, схватившись за раскаленную сковородку, этого даже и не почувствовала, а просто инстинктивно отдернула руку. И лишь когда он покинул мой дом, я с удивлением обнаружила у себя на ладони и пальцах страшный багровый ожог. Мне кажется, я отчасти могу понять, как мученики, претерпевая какие-то нечеловеческие пытки и страдания, терпеливо и кротко переносили их, ибо любовь поглощала их ощущения, перекрывала боль, покрывала все. Святителя Спиридона ведь тоже мучили и пытали. В житии сказано, что еще до своего епископства в 305 году он был отправлен на рудники. Там он подвергался пыткам за то, что не желал отречься от Христа. Ему повредили правый глаз, отрубили правую руку, а во время гонений в 308-313 годах он был арестован вновь. Правда, в том же житии, греческом, говорится и о том, что на его святых мощах нет следов повреждения глазниц, но ведь мучители могли поранить ему глаз, и не повреждая глазниц. Но особенно меня поражает то, что у него, как и у моего отца, не было правой руки. Мой отец потерял правую руку на фронте, когда ему было 19 лет. Удивительно, но я никогда не чувствовала, что мой отец инвалид. Да и люди, дружившие и просто общавшиеся с ним, как-то переставали осознавать, забывали, что у моего отца правая рука впустой. Он его заправлял в карман, это происходило от того, что он так сам себя поставил. Никакой беспомощности, никаких скидок. Он одной левой прекрасно водил машину, и не какую-нибудь там инвалидку или переоборудованную специально под его немощь. Нет, у него был форт с обычной в те времена ручкой переключателя скорости на руле, и отец, придерживая ладонью руль, длинными и безупречно красивыми пальцами переключал скорости. Единственное, что права в ГАИ были выданы ему по блату. Но гаишники, останавливавшие его, как бы даже и не замечали, что водитель-то без правой руки. Отец прекрасно писал левой рукой, и почерк его был изящен, лишь буквы норовили склониться влево. Он мог одной рукой вернуть лампочку, поменять штепсель, забить гвоздь, перемонтировать колесо, снять аккумулятор и поставить его назад. Как, не знаю, бог вести. Когда прекраснейшая его машина проржавела настолько, что в ней сгнила ножка водительского сиденья, он придумал, как подпереть его мусорным совком. Так и ездил, а что, даже и веселей. Он мог отбиться от хулиганов, которые как-то раз на него напали, попросив прикурить. Он был статен, красив, широкоплечь, элегантен, остроумен. Его сотруднику по журналу «Дружба народов» Юрию Гершу, у которого началась гангрена, отняли левую руку, и он впал в глубочайшую депрессию. А папа его утешал. «Слушай», — шутил он, — «у тебя нет левой руки, а у меня правой. Сколько денег мы теперь с тобой сэкономим на одних перчатках?» Мама моя как будто даже гордилась, что он не как все, а лучше. Отсутствующая рука — это его доблесть, его слава, его честь. Он как адмирал Нельсон, она как леди Гамильтон. Я думаю, это оказывало и обратное благотворное действие на отца. Он сам никогда не ассоциировал себя с этим страшным словом «калека». Наверное, так ощущал себя и святитель Спиридон. Отец мой остался в живых на войне как бы случайно, а на самом деле благодаря чудесной помощи преподобного Серафима Саровского. Это было под Гданьском или Данциком, где он, девятнадцатилетний лейтенант, командовавший артиллерийской батареей, выбрав дислокацию возле кирпичной стены полуразрушенного дома, которая закрывала его пушки с тыла, принял бой с фашистскими танками. Однако эти танки дали по ним такой залп, что вся батарея вместе с пушками полегла, и оказалась смешанной с землей, и папа был убит. Последнее, что он помнил, был чудовищный взрыв, вспышка огня, а потом все затихло и погасло, и он отошел во тьму. Но вдруг, точно так, как это записано со слов пациентов, переживших клиническую смерть в книге «Моуди. Жизнь после смерти», он обнаружил себя в длинном открытом фургоне, мчащемся с огромной скоростью по тоннелю, и вокруг звенели бубенчики, а впереди был свет. И тут навстречу ему вышел старичок, который перегородил собой путь, остановил фургон и сказал, «Стоп, ты куда? Тебе еще рано, возвращайся». И папа очнулся на операционном столе. А как раз в то самое время, когда фашистские танки долбанули по папиной батарее, его друг по артиллерийскому училищу, тоже девятнадцатилетний лейтенант Павлик Агарков, занявший со своей батареей высотку в нескольких километрах от того места, где шел бой, с тревогой слушал далекий грохот этой смертельной битвы. Как только утихли звуки и упала тьма, он решил на свой страх и риск отправиться туда, чтобы хотя бы похоронить друга и потом сообщить его матери о месте могилы. Добравшись до полуобвалившейся кирпичной стены, он откопал папина бездыханное и залитое кровью тело и потащил его к ближайшему кусту, чтобы там выкопать яму и придать земле останки своего юного друга. И пока он его тащил тяжело и неловко, сам маленький ростом, от силы метр шестьдесят, а папа высокий, метр восемьдесят два, у папы вдруг согнулись в коленях ноги. Павлик наклонился над ним, приложил к губам зеркальце «Ба, да он живой!» и потащил его в ближайшую польскую деревню, где было нечто вроде санчасти. Врач лишь взглянул на папу и отвернулся, дав Павлику понять, что тот не жилец и что не стоит изотеваться. Но Павлик приставил пистолет к его голове и сказал «Действуй!» Врач стал объяснять, что огромная потеря крови, гангрена, надо отнимать правую руку, случай безнадежный. Но Павлик все держал в руке пистолет и повторял «Возьмите мою кровь!» и врач положил папу на операционный стол. Принялся омывать раны, повторяя, что у раненого первая группа крови, а у Павлика третья, и вообще все это дохлый номер. И тогда польская девушка-медсестра, посмотрев на папу с жалостью и любовью, сказала «Так и молодой, так и сличный, у меня первшая группа, возьмите мою». Вот папа и очнулся на операционном столе рядом с ней. Потом, через много лет, мы с папой ездили в Гданск, все там облазили в его окрестностях и нашли и то поле, и ту полуразрушенную красную кирпичную стену, и ту прекрасную девушку Марту Абегла. Она стала очень респектабельной ухоженной дамой, владелицей косметического салона в лучшем районе Гданьска. «А кто же был тем старичком, который тогда вышел тебе навстречу и вернул назад?» спросила я у отца. Я тоже поначалу думал, кто же это такой. Вроде очень знакомый, даже родной, а вспомнить никак не могу. А потом понял, где я видел его, на иконе дома в красном углу. Эта икона в детстве исцелила меня от слепоты. И кто же это был? Преподобный Серафим Саровский. Им особенно молились бабушка и мать, он считался небесным покровителем нашего рода. Добавлю еще. Мой двоюродный дедушка со стороны отца, тоже Александр, считал, что преподобный Серафим спас во время ленинградской блокады его семью. Дедушка уже понимал, что все они, его жена и двое сыновей, и он сам, вот-вот умрут от голода, как умерли жена и дети его брата Жоржа, который был на фронте. И сидел ночью, пригорюнившись на кухне. И вдруг, а дедушка мой был никакой не мистик, а самый, что не есть реалист, даже критический реалист-скептик, входит к нему преподобный Серафим Саровский и говорит, не отчаивайся, завтра я выведу вас отсюда. На утро пришло распоряжение срочно эвакуировать цех, где дедушка был инженером, и ему позволили взять с собой семью. Папа умер от диабетической комы 9 октября, в день памяти апостола любви, святого Иоанна Богослова, в больнице города Видное, куда его привезли на скорой из его переделкинского дома. Мы с мужем, он тогда уже стал священником, буквально за два часа до его кончины приехали, чтобы его пособоровать. Он лежал на больничной койке без сознания и тяжко дышал, перебирая пересохшими губами, словно что-то пытался еще сказать. После соборования мы вышли на больничное крыльцо. И вот тут, когда я еще стояла на крыльце, не решаясь уйти, я вдруг почувствовала папину душу. И вся она была как любовь, я вдруг стала ужасно плакать, все лицо в слезах, они льются потоком, капают. Было так, словно вот он весь передо мной и со мной, и словно он мне говорил, или действительно он мне это говорил. Ну что ты плачешь? Мы же всегда теперь будем вместе. Мы даже будем ближе, чем были, и ничто не разлучит нас. Как-то так. Я поняла, что в эту минуту он умер. Мне стало грустно, что я не могу посадить маму с отцом в машину, чтобы мы вместе поехали вдоль моря туда, на юг, за Киркиру, к маленькому монастырю в Лахернской иконы Божьей Матери, который расположен на острове. Мой муж, как всегда, разложит на коленях карту и будет руководить. Я рулить, а мои родители просто радоваться и удивляться, глядя в окно. Ведь они так любили путешествовать. Еще в моем детстве мы на папиной машине объезжали всю Россию, Украину, Белоруссию, Прибалтику, Крым. Я своим детям не открыла и десятой части того, что подарили мои родители мне. Субтитры создавал DimaTorzok